МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодняшний день уже невозможно представить без автомобиля. Для современного человека это не только средство для передвижения и транспортировки грузов, но и экспортивный снаряд, предмет роскоши и даже объект поклонения. Но когда-то, еще совсем недавно, все эти функции выполняла лошадь. И иногда одна единственная. Теперь же это животное утратило для нас свои утилитарные качества, при этом оставшись не только ниточкой, которая связывает нас с природой, но и престижным увлечением. И сегодня наш путь лежит к истокам. А отвезут нас туда 270 японских лошадок, спрятанных под капотом Lexus RX 350. Ведь этот автомобиль, так же, как и собственная лошадь, призвано подчеркнуть статус своего владельца. А нашим сегодняшним спутником станет мастер спорта СССР по конному спорту Лагашин Андрей Николаевич. Мастер спорта СССР, тренер по конкуру и выездке, победитель всесоюзных студенческих игр, серебряный призер первенства РСФСР, бронзовый призер спартакиада РСФСР, обеспечивал съемки сцен с лошадней во многих фильмах. Среди них «Гардемарины», «20 лет без права переписки», «Царская охота», «Скалолазка». В наше время конный спорт набирает все большую популярность. И в разных регионах открывается много новых современных конно-спортивных комплексов. В один из таких комплексов мы и отправимся. Всего 25 километров от МКАДа по Новорижскому шоссе. А планшет с функцией смартфона Asus PhonePad 7 поможет нам проложить короткий путь. Выбираем карты, вводим ближайший населенный пункт. Поехали! Андрей Николаевич, а почему именно конкур? Ведь есть же и другие дисциплины в конном спорте. Есть джигитовка, есть выездка, польтежировка. Ну, прежде всего, это красиво. Во-вторых, это экстремально. И человек учится владеть собой, владеть лошадью, заставляя подчиняться, преодолевать препятствия, перепрыгивать, двигаться по указанному маршруту. И в самом конце, ну, это адреналин, которого иногда хотелось бы некоторым получать. И заниматься могут этим видом спорта даже дети. В 50-х годах 19 века на парижской выставке лошадей впервые были проведены соревнования по прыжкам через разнообразные препятствия, которые получили название конкур и пик. Со второй половины 19 века конкур и пики стали проводиться в Бельгии и Италии. С 1895 года в России, позднее в Германии и Америке. Популярность этого вида спорта росла, совершенствовалась техника и тактика. В 1900 году прыжковые соревнования были включены в программу вторых Олимпийских игр в Париже. Конкур пользовался популярностью и в Царской России, и в СССР. Правда, на Олимпийских играх успех сопутствовал нашей сборной лишь однажды. В 1980 году в Москве в командном зачете победила конкурная команда СССР, а Николай Корольков стал серебряным призером в личном зачете. Цель конкуриста и его лошади безошибочно преодолеть в определенной последовательности расставленные препятствия, которые достигают высоту 160 сантиметров, а в ширину 220. Мы продолжаем наше путешествие. Новорижское шоссе – это автомагистраль, а значит, можно хорошенько разогнаться. И Lexus RX 350 легко позволяет это сделать. Несмотря на свои габариты, а ведь это полноценный кроссовер, он очень легкий и маневренный. Сейчас шоссе почти пустое, а вот в плотном потоке – это большое преимущество. Последние несколько лет федеральная автомобильная дорога Балтия постоянно ремонтируется. Пробки, несмотря на несколько полос движения в каждую сторону, стали давно привычным явлением. 25 километров по Новорижскому шоссе от МКАД и сворачиваем с трассы М9 в сторону населенного пункта Покровская. Дальше следуем по указателям до КСК «Дивное». И знаете, что я еще заметила? Когда едешь за рулем большой машины, обычно создается ощущение, что она просто огромна. И есть опасение что-то задеть. И вот с РХ совсем другое дело. Когда сидишь за рулем этого автомобиля, то наоборот кажется, что он меньше, чем на самом деле. Это позволяет очень тонко чувствовать габариты, что, конечно, очень удобно при парковке или когда протискиваешься по узеньким улицам центра большого города. С незапамятных времен конный спорт, причем все три дисциплины – троеборья, конкур и выездка – были олимпийскими дисциплинами. И это подогревает интерес к великим спортсменам и желающих, наверное, заниматься. На самом деле это так, но в последнее время конный спорт в нашей стране находится немножко в упадочном состоянии. Хотя есть энтузиасты, которые пытаются развивать конный спорт. На недавних заседаниях Международных Федераций конного спорта пытались избавиться из Олимпийских игр, вывести из состава участие Олимпийских игр, но не поддержали. Потому что считают, что это довольно расходный вид. Приходится вкладывать очень большие средства. А Олимпийское движение сейчас, как все знают, довольно-таки материализовано. И большие финансовые обложения требуют. А как на сегодняшний день обстоят дела у нашей сборной? Лучше, чем в советские годы? Или наоборот идет снижение уровня? Если посмотреть по общему результату, то в советские времена был более высокий уровень показателей, так как больше было учащихся в детских и юношах спортивных школах. Сейчас в основном это частный спорт. Детских и юношах спортивных школ очень мало, и они влачат фактически нищенское существование. Конный спорт затратный и требует больших-больших вложений. Нам одна лошадь может стоить до миллиона долларов, не рублей. Но, опять же, не каждому возможно потратить такие средства. Поэтому, покупая собственную лошадь, нужно, прежде всего, заботиться о том, где ее содержать, кто ее будет работать, чем ее кормить, нужны расходы на ее лечение, если лошадь заболеет. Многие не задумываются об этом. Они покупают лошадь, и через некоторое время, поняв о том, что они не могут обеспечить лошадь должный уход, должные движения, пытаются от них избавляться. Просто дарят их друзьям, знакомым, оставляют их в конных комплексах и бросают их на произвол судьбы, забывая о том, что лошади нужны надлежащий уход и кормление. Постой в конюшне, включая еду и ветеринарное обслуживание, стоит от 30 до 70 тысяч рублей в месяц. Лошади нужен постоянный уход и постоянное движение. Если вы не сможете проводить с ней каждый день, то потребуются еще услуги берейтера, который будет работать ваша лошадь минимум три раза в неделю. Услуги берейтера стоят около 2 тысяч рублей за одно занятие. Раз в 40-45 дней лошадь нужно ковать. Услуги ковали стоят 2,5-3 тысячи рублей. И, конечно, любой лошади нужна амуниция, вальтрап, седло, подпруги, стремя на оголовье. Стоимость седла составляет около 50 тысяч, а оголовье около 20 тысяч рублей. Вообще, РХ подходит как для деловых встреч в городе, так и для поездок за город. Можно на один-два дня, как мы сейчас, а можно отправиться и в большое путешествие. Думаю, конная прогулка где-нибудь на Алтае – это просто чудесно. А доехать туда на РХ-350 было бы очень комфортно. И вот с мыслями и мечтами о поездке на Алтай мы приезжаем в дивный конно-спортивный комплекс. Это название полностью соответствует местной атмосфере. Конно-спортивный комплекс «Дивный» открылся в 2013 году. И здесь созданы идеальные условия как для людей, так и для лошадей. Удобные раздевалки, небольшая уютная гостиница, кафе. Сюда вполне можно переехать жить самому или, как минимум, перевезти свою лошадь. В огромном здании есть три зимние конюшни, рассчитанные на 88 голов. В каждой конюшне есть две мойки, два солярия для лошадей. Оборудованы 20 седловочных боксов. Через них можно попасть в скрытый отапливаемый манеж размером 70 на 35 метров. Рядом есть разминочный манеж 30 на 35 метров и бочки для работы лошадей на корде. Если же вы не собираетесь сами работать лошадь, то можно воспользоваться круговыми автоматическими водилками, ленточными тренажерами-шагалками или акватренажером. Или просто выпустить погулять лошадь в Леваду. А летом наступает полное раздолье. Основное боевое поле размером 80 на 60 метров. Разбиночное поле и тренировочное поле под крышей обеспечат и лошади, и всаднику максимальное удовольствие и эффективность тренировок. Сегодня на стране по конкуру будет проходить на 10-летнем жеребце Хорок тракейнинская порода. А вот он, это он гуляет? Да, это он гуляет. Пойдемте познакомимся. Здравствуй! Можно его угостить. А что он сейчас делает? Он гуляет в Леваде, его вывели, он ждет нас. Мы сейчас пойдем его седлать и будем заниматься в манеже. Сначала мы отправляемся в магазин, чтобы разобраться, какая экипировка нужна начинающему всаднику. А скажите, пожалуйста, почему нельзя заниматься в джинсах и в кроссовках? Ну, во-первых, про кроссовки. В кроссовках нельзя заниматься, потому что там нет каблучка, который обезопасит всадника от проскакивания ноги в стреме, а в джинсах, потому что на штанах, на джинсах присутствует шов, который в процессе тренировки натрет ногу, и всадник получит незначительную травму. Поэтому специально выпускаются бриджи для верховой езды. Ну вот полный леер – это такая вставка специальная, в которой место прилегает к седлу для того, чтобы штаны не вытирались. И не натирали ноги. И не натирали ноги, да, всаднику. То есть вот эти бриджи – это то, что нужно сразу же? Для верховой езды, да. Специальный бридж для верховой езды. Прежде всего для верховой езды нужно специальную обувь, ботинки для верховой езды. и краги, которые одеваются на ботинке. Вот таким способом. Получается, как будто сапоги. Как будто сапог, да. Но он не вставляется, застёгивается, получается такой сапог. Или можно купить вот сразу сапоги. Да, можно купить целиком сапог. А почему для верховой езды такие высокие сапоги нужно? Или если покупаешь ботинки, то нужно взять на краги? Для того, чтобы защитить ногу всадника от получения травм во время верховой езды. Ну и самое главное, что необходимо для верховой езды, это каска или шлем. Это предмет обезопасит всадника от получения травм во время верховой езды. Померите, пожалуйста. Ну да. Голова-то у нас одна, надо её беречь. А что по поводу верхней части одежды? Тут много всяких пола, рубашек, жилеток, курток. По большому счёту, каждый всадник волен выбирать, какой ему понравится фирму, марку и модель. Поэтому большое разнообразие любого верхнего одеяния и одежды, и курток, и чемпиров, и свитеров, и пола. Всё, что угодно, его душе угодно будет. Для обеспечения безопасности всадника в первую очередь необходимо приобрести бриджи, обувь и защитный шлем. Стоимость бриджи составляет от 1000 до 25 тысяч рублей. Самые простые ботинки можно приобрести за полторы тысячи, и к ним обязательно нужны краги, около двух тысяч рублей. Или можно сразу купить сапоги. Правда, хорошие кожаные сапоги обойдутся вам уже минимум в 10 тысяч рублей. Стоимость защитного шлема для всадника от полутора до трёх тысяч рублей. Я слышала, что когда детей только начинают сажать на лошадь, учить ездить на лошади, на первых порах даже без седла они ездят. Ну, в принципе, в большом счёту это не обязательно. Достаточно обыкновенное учебное седло. Почему? Потому что ребёнку будет в случае падения легко схватиться за седло руками, и он не упадёт. На лошадь сначала кладут вольтрап. Это такое большое меховое приспособление, простёгнутое с ватином, чтобы собрать с лошади её под, когда она бегает во время работы. Затем кладут амортизатор. Это или же гелевое приспособление, или меховое приспособление под седло. Сверху кладут седло, на которое в садник садится. А почему, откуда пошла такая традиция, что к лошади надо подходить с левой стороны? Ну, это всё ещё пошло со времён кавалеристов, поскольку сабля или шашка находилась с левой стороны у всадника, и, залезая на лошадь, шашка должна остаться с левой стороны, чтобы не ударить лошадь и не побеспокоить её при запрыгивании на лошадь. Наша лошадь почти готова. Остался здесь только куздечку. Очень хитроумная, такая запутанная система. Это мексиканское оголовье. А чем оно отличается? И какие, кроме мексиканских, бывают? Порядка 15 оголовьей для каждого вида отдельного спорта и индивидуально для каждой лошади. Это каска для верховой езды. И перчатки для верховой езды. Одевайте. Ну что ж, я готова для первого занятия по конкуру. Мы пришли в помещение, которое в храме называется крытый манеж для верховой езды. Для того, чтобы сесть на лошадь, нужно первым делом закинуть повод на шею к лошади. Развернуться к лошади левым плечом. Взять повод в левую руку. Взять повод в левую руку. Взяться за гриву. Встаём на лавочку. Придерживаемся за седло. Вставляем левую ногу. Правую ногу закидываем. Вставляем правую ногу в стремя. Не надо рукой. Спасибо. Стремя должно располагаться на широкой части стопы всадника. Чтобы лошадь пошла вперёд, руку надо подать вперёд буквально на 2 см. И толкнуть слегка ногами лошадь вбок. Лошадь двинулась вперёд. Следующий аллёр после шага – это рысь. Но нашего хорька пустить рысью несколько сложнее, чем лексус, на котором я сюда приехала. Ну, подавайте. Немножко сильнее. Ещё чуть добавили ноги. Да. Не наклоняемся вперёд. Один раз садимся в седло. Да, замечательно. Да, этот всадник движется рысью. Рабочий рысью. Прямо по манежу. Вперёд не наклоняемся. Хорошо. Немножко поддали ногой, чтобы лошадь не остановилась. Для того, чтобы поднять лошадь в голову, нужно потянуть повод внутренний на себя и увидеть внутренний глаз лошади. Толкнуть двумя ногами сильнее, но наружный толкнуть ещё сильнее, чтобы лошадь поднялась с внутренней ноги голову. После того, как всадник более-менее хорошо на улице ездит галопом, можно приходить в периодами препятствий к конкуру. Мне пока ещё немножко рано. Ну, немножко рановато, да. Ещё 5-7 занятий, и вполне можно будет начать прогречь из препятствий. После занятия лошадь нужно желательно покормить, чем-нибудь вкусненьким. Это может быть морковка, может быть сахар, может быть специальное угощение для лошади, которые выпускаются промышленностью. По окончании занятия нужно слезать с лошади, взять повод в левую руку, захватиться левой рукой за гриву, вынуть обе ноги из тремян, правой рукой взяться за седло перед собой, слегка наклониться вперёд. За седло? За седло. Лучше за седло. Ну, получается. Ну, может, за меховушку. Вот так, да. И махом правой ноги перекинуть себя на левую сторону. Спасибо, Харёк. Если заниматься на собственной лошади, то стоимость занятия будет меньше, чем на арендованной. Но начинать лучше на опытной и спокойной прокатной лошади. Стоимость одного занятия с тренером составляет от полутора до четырёх тысяч рублей. При покупке месячного абонемента стоимость снижается на 15-20%. Конкур и пик – это же английское слово, поэтому и в переводе на русский язык обозначают преодоление препятствий. Поэтому при обучении всадников не используют слово конкур и пик, а просто говорят преодоление препятствий, чтобы люди в простонародье понимали не узко специальное выражение, поскольку запомнить довольно-таки тяжело. Вообще, с какого возраста можно пробовать учиться ездить на лошади? Ну, вообще, конный спорт – это самый демократичный вид спорта, и заниматься на нём конным спортом можно начать с пяти лет. Дети сначала занимаются на понях, потом лет в 9-10 они уже пересаживаются на больших лошадей, и, скажем так, ограничений в возрасте нет. Насколько чувствует себя всадник своей силы, это может быть и 60, и 70 лет. Но чем старше, тем всадник опытнее, и, как правило, большие соревнования выигрывают взрослые, опытные всадники. Становились с олимпийским чемпионом люди и в 50 лет, и в 55. Молодые всадники, как правило, они очень горячие, и не всегда получается вытерпеть и постараться преодолеть препятствия надлежащим образом. То есть, в общем, начав заниматься первый раз, сев на лошадь, 30-40 лет, вполне возможно ещё покорить Олимпийские игры? Вполне, вполне, да, возможно, но для этого нужна лошадь. И желание. И желание, прежде всего, особенно старание. Спасибо большое за занятие, было очень интересно прикоснуться к этому виду спорта, к конному спорту, к конкуру, и почувствовать единение с природой, ощутить под собой всего одну лошадь, но живую, горячую и со своим характером. Пожалуйста, всегда рады видеть вас, приезжайте, привозите друзей, знакомых, родственников, научим, расскажем, поможем, и будем заниматься вместе конным спортом. Вот и закончилось наше путешествие в удивительный мир конного спорта. Как видим, дело это серьёзное, и в отличие от автомобиля, тут нужно не просто научиться ездить на лошади, но и суметь договориться с животным, понять его психологию, и тогда получишь максимальное удовольствие. А нам пора возвращаться в город по вседневным делам и заботам. Ну что же, до встречи на новых маршрутах, мы знаем, как нескучно провести ваше свободное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова